Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вначале посетила детский дом номер 13. Главный врач детского дома Наталья Никифорова поприветствовала Лейла Алиева и проинформировала о руководимом ей учреждении. В специализированном психоневрологическом детском учреждении воспитывается более 60 детей. Среди них есть физические и умственно отсталые малыши, а также совершенно здоровые дети по различным причинам, лишенные родительской опеки. Здесь созданы все условия для лечения, воспитания и эффективной организации досуга детей. Лейла Алиева ознакомилась с учреждением, в котором есть кабинеты массажа и инфракрасная сауна, соляная пещера, бассейн, игровые комнаты. От имени фонда Гейдара Алиева детскому дому были преподнесены игрушки. Коллектив учреждения выразил благодарность фонду и лично Лейле Алиевой. Затем вице-президент фонда Гейдара Алиева прибыл в центр номер 31 в Санкт-Петербурге для сирот и детей, лишенных родительской опеки. Директор центра Оксана Забелина и исполняющий обязанности глава администрации Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков проинформировали Лейлу Алиеву о том, что это учреждение было создано в 1957 году в поселке Ушково, когда школьный детский дом, а затем переехал в Московский район северной столицы России и стал действовать как центр. В этом центре, где воспитываются около 80 сирот и детей, лишенных родительской опеки, есть бассейн, комнаты для занятий в кружках. Дети регулярно проходят врачебные обследования, предпринимаются меры для их социальной адаптации к самостоятельной жизни в будущем. Лейла Алиева смотрела помещение центра, дети подарили ей свои поделки. От имени фонда Гейдара Алиева центру было подарено современное компьютерное образование. Директор учреждения Оксана Забелина от имени коллектива и воспитывающихся здесь детей выразила Лейле Алиевой глубокую благодарность. Вице-президент фонда Гейдара Алиева побывала и в Петербургской школе-интернате, и в детском доме номер один имени Грота для незрячих и слабовидящих детей. Директор учреждения Алексей Мухин проинформировал Лейлу Алиеву о применяемых в школе-интернате стандартах обучения. Здесь учатся 300 детей, и учреждение действует на основе федерального государственного образовательного стандарта. Здесь с помощью специально подготовленных учебников для школьников из этой категории преподаются все предметы. Вице-президент фонда Гейдара Алиева обошел предметные кабинеты, ознакомилась с библиотекой и фонотекой, побеседовала с учениками, сфотографировала с ними на память. Затем Лейла Алиева побывала в действующем при школе-интернате детском доме. Здесь программой, специально подготовленные для Лейлы Алиевой, выступили участники и победители музыкального фестиваля незрячих детей, организованного благотворительным фондом по зову и сердце Дианы Гурцкой. Вице-президент фонда Гейдара Алиева послушала музыкальные номера детей и сфотографировала с ними на память. От имени фонда школе-интернату были преподнесены подарки.